Упал, проснулся гипс. Ситуация, мягко говоря, неприятная, особенно когда после такого падения необходимо операция. Или врачи нашли какую-то патологию и тоже необходимо хирургическое вмешательство. В любом случае, болит ли у вас рука или желудок перед операцией, в любом случае проверяют сердце. Тщательная диагностика перед любым вмешательством. Обязательная процедура в каждом учреждении. Человеческий мотор изучает внимательнее всего, потому как любое отклонение может быть противопоказанием. И врачам придется в кратчайшие сроки принимать решения о дальнейших действиях. К человеческому интеллекту подключается искусственный. Абсолютно точные данные в кратчайшие сроки дает цифровой кардиометр, который не так давно появился в Ульяновском центре специализированных видов медицинской помощи. Здравствуйте, вам назначена процедура ЭКГ. Для этого нужно поднять футболочку, брюки слизу и лечь на остыне. Мобильный, точный и быстрый цифровизация медицины медленно, но верно идет, делая помощь доступнее и качественнее. Не все сразу, постепенно. Позитивную динамику уже замечают пациенты. Все хорошо. Ну, ничего не больно. Все разрезали, зашили. Все, ребята, вон, проводили туда-сюда, привели. Все хорошо. Электрокардиограмма назначена лечащим врачом для исключения острой кардиологической патологии перед оперативным вмешательством. Новые технологии делают оперативные медицинские процессы. Сердце могут обследовать теперь буквально за пару минут. Врачи, подключенные к кардиосерверу, анализируют ЭКГ практически в онлайн-режиме. Необходимы только интернет и блютуз. Данные сами придут на компьютер или смартфон. Единственное, что останется сделать медику, расшифровать кардиограмму и передать информацию профильному врачу. Из-за того, что есть электронный архив, есть возможность посмотреть ЭКГ в динамике. Например, врач, подключенный к кардиосерверу, может зайти в базу, посмотреть ЭКГ, которая, допустим, была снята месяц назад, год, сравнить их, посмотреть динамику. От этого зависит тактика ведения и лечения пациентов. Учитывая, что динамика сердечных заболеваний по России до сих пор остается напряженной, подобные современные технологии, как никогда нужны в больницах. Маргарита Матюшинская, Константин Никитин, репортер 73.